Продолжается реализация государственной программы по газификации индивидуальных жилых домов. С начала года в республике подано 6 заявлений на получение компенсации части затрат на приобретение оборудования для подвода голубого топлива к домам. Льготным категориям граждан могут возместить до 20 тысяч рублей. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Чуваша Алена Елизарова на еженедельной планерке в Доме правительства. По ее словам, прогнозно такие компенсационные выплаты ожидаются по 170 домовладениям. На сегодняшний день льготу могут получить собственники индивидуальных жилых домов, которые являются тружениками тыла, ветеранами труда, а также дети войны инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, а также малоимущие и многодетные семьи. Государственная поддержка по квалификации индивидуальных жилых домов оказывается в виде частичной компенсации расходов, понесенных гражданами на приобретение газового оборудования. Это газовый котел, газовая плита, газовый духовой шкаф, а также приборов учета газа, газовые счетчики. При этом компенсация расходов осуществляется в размере фактически произведенных затрат, но не более 20 тысяч рублей на одного заявителя. Олег Николаев поручил Минтруду Чеваши разъяснить гражданам об их праве на льготу и порядке действий для ее получения. Как сообщили в региональном Минстрое, за период действия программы на догазификацию домов подано более 3 300 заявок. В утвержденный план вошло 2400 негазифицированных домов, из которых более 500 подключено в прошлом году, а оставшиеся 1800 запланировано в текущем. В среднем на подключение одного дома газу требуется 100 тысяч рублей.